День с толком В Барнауле скоро начнут отбирать кандидатов на должность мэра. Мнение жители города не учтут. Миллионы туристов и миллиардная выручка через 15 лет. О чем еще мечтают алтайские чиновники. Когда приходят квитанции сложными цифрами, а управляющая компания раскидывает свои же долги на собственников. Теперь я на пенсии, так сказать. Я вот смотрю на беспредел и сказал, если бы у нас в армии был такой беспредел, мы давно это все прикончили. Когда и как будут выбирать городоначальника Барнаула, сегодня решили окончательно. Горожанам выбор не доверили, за них это сделают депутаты городской думы. С подробностями Андрей Дреер. Берут ответственность на свои сильные плечи. Депутаты Барнаульской городской думы с должным пониманием отнеслись к решению коллег из краевого заксобрания. А именно главу города выбирать на конкурсной основе. Сегодня на заседании приняли сроки и порядок процедуры. Сначала кандидаты подадут документы и пройдут собеседование со специальной комиссией. Каждый кандидат представит свое видение развития города Барнаула. Как он видит деятельность как главы, так и администрации. Как видит взаимодействие с краевой властью, с депутатами Барнаульской городской думы. Будут заданы соответствующие вопросы. Далее конкурсная комиссия будет принимать решение. На заседании городской думы комиссия представит не менее двух кандидатов. И глава Барнаула определится уже тайным голосованием. Такое решение еще на сессии КЗС не прошло без жарких прений. Избираем президента, избираем губернатора, избираем глав поселений, а посередине дыра. Справедливо-россы в гордуме поддержали своих однопартийцев из АКЗС. Они намерены в будущем вернуть демократическую процедуру. АКЗС в большинстве отказали в праве нашему депутатскому корпусу самостоятельно решать вопрос, что нам ближе, конкурс или всенародные выборы. Но мы, безусловно, продолжим принимать меры для решения этого вопроса, так скажем, в перспективе. В том числе проработаем вопросы об инициировании опроса горожан. Интересно будет посмотреть, например, в частности, по справедливой России, учитывая вашу позицию, что вы не согласны с той процедурой, которая в городе существует, вы будете выдвигать своего кандидата, например, или нет. То есть насколько вы последовательны. Если вы против, но в моей логике, значит, тогда от вас никого не будет. Мы посмотрим, поживем, увидим. Увидим уже в следующем году. Сам конкурс проведут 6 февраля. Андрей Дриера, Николай Шелко, день с толком. Ложная задолженность. Жителям Ленинского района Барнаула уже год приходят квитанции с долгом за холодную воду. Суммы разные, от 3 до 9 тысяч рублей. Оказалось, это ошибка управляющей компании, которая уже сама задолжала водоканалу более 20 миллионов рублей. Управляющей компании ничего лучше не придумали, как раскидать этот долг по жителям домов. Подробнее о странной истории расскажет Полина Жданова. Представьте ситуацию. Вы живете в квартире и исправно платите коммунальные счета. Однако однажды вам приходит задолженность в размере тысяч 9 рублей. Но вы точно знаете, что вы ничего никому не должны, потому что у вас стоят индивидуальные приборы учета. Однако коллекторы совместно с управляющей компанией так не считают и пытаются выбить из вас очевидно несуществующий долг. С такой проблемой столкнулись 3 тысячи жителей Барнаула. И теперь они уже год пытаются через суд доказать, что никому ничего не должны. Странные долги за холодную воду выборочно приходят жителям домов от управляющей компании ДЭС-2. А это 73 многоэтажки. В основном долги у тех, кто установил индивидуальные приборы учета в 2012 году. При этом большинство собственников – исправные плательщики. Мне выставляют определенную задолженность, говоря о том, что я не платил по тарифу. Но вы меня извините, как говорится, наши доблестные власти. Но суть-то в том, что какой тариф мне выставляли, за тот я и платил. Дело в том, что старые приборы учета изначально были настроены неправильно и считали воду по ошибочным нормативам. Сначала это никто не заметил, но год назад водоканал обнаружил большие убытки и выдвинул иск управляющей организации. ДЭС-2 проиграла. Теперь компания должна вернуть водоканалу разницу, накопленную за 7 лет. А это несколько десятков миллионов рублей. Управляющая организация, как профессиональный игрок на рынке, она должна четко трактовать нормы, которые необходимо применить прилагательно к каждой из ситуаций. И вот в данном случае нормы ими были применены не совсем верно. И из-за этого возникла такая большая разница по фонду, который находится у них в управлении. Управляющая компания решила проблему просто. Раскидала долги по собственникам квартир. Только жителям это не понравилось. Долги они решили не платить, а доказать свою непричастность к ним через суд. Первый иск по делу спустя несколько апелляций выигран в пользу собственницы. Принять по делу новое решение, которым признать незаконные действия ООД Сдваленского района по начислению Кузнецова и Сланы Борисовны в октябре 2018 года платы по услугам холодного снабжения в размере 2193,58 рубля и водоотведения в размере 1721 рубля. Я результатами суда удовлетворена, но я хочу, чтобы другие люди тоже, так сказать, вот смотря на меня, ну я думаю, что сейчас автоматом будет эта задолженность списываться с других-то жильцов. Но одна победа в суде – только верхушка долгового айсберга. Теперь жители многоэтажек Ленинского района хотят объединиться для коллективных исков, чтобы их управляющая организация отвечала за свои ошибки сама, а не за счет других. Полина Жданова, Илья Халяпин. День с толком. За 20 лет лишения свободы грозит женщине из Бийска, которая убила свою маленькую дочь. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела от документа, направленный в суд. Резонансная история произошла в июле этого года в Бийске. 26-летняя мать вернулась домой от гостей. Женщина была сильно пьяна. Ее 11-месячная дочь плакала и не могла успокоиться. Бичанка ударила младенца по голове, затем взяла за ноги и ударила ребенка об стену. Девочка умерла от кровоизлияния. Наутро мать завернула дочку в пакет и подбросила в один из жилых домов Бийска. Следователям она призналась, что всегда желала смерти ребенку, так как дочка мешала ей вести праздный образ жизни и отнимала много времени. Известно, что два года назад у нее уже умер маленький сын от инфекции. Тогда возбуждать уголовное дело не стали. Цветет и дурно пахнет. Михайловское озеро после расчистки, в которое вложили миллионы рублей, превратилось в болото. Причина катастрофы – отсутствие комплексного обследования озера, утверждают ученые. Но урок, видимо, усвоен не был. Прямо сейчас чистят еще одно Алтайское озеро. На очереди также Завьяловское и Колыванское озера. Действительно ли очистка вредит водоемам? Расскажем прямо сейчас. Здесь озеро было большое, широкое. Вот досюда почти что так вот оно было очень глубокое. Мы купались здесь. Вместо красивейшего озера – зеленая лужа. Вместо богатого водного мира – мухи. На протяжении десятилетий Михайловское озеро было центром протяжения местных жителей. Люди купались, загорали, рыбачили. Но со временем водоем начал усыхать и мелеть. Озеро решили воскресить. На его расчистку направили больше 30 миллионов рублей федеральных средств. Но жители загорелись голубой мечтой слишком рано. С одной стороны рыбаки, с другой – песчаный берег, где можно будет искупаться. Но мечты об озере так и остались мечтой. После расчистки озеро превратилось в болото. А рыба здесь и не пахнет. Купаются здесь только мошки. Чистили и углубляли Михайловское стандартно грубым методом – земснарядом, который достал со дна не просто иловые отложения, но и истребил все живое. Озеро, конечно, углубилось на полметра, но при этом практически погибло. Кстати, вспоминается печально известный манжерок республики Алтай, где расчистка также привела к исчезновению редких видов растений и животных. Причина – отсутствие комплексного обследования перед стартом работ. При планировании работ по очистке озера надо посмотреть, а надо ли убирать было все высшие растения. Они же перехватывали часть биогенных веществ. Соответственно, надо ли было углублять всю акваторию озера. Людям-то нужно ведь не все было озеро, а только его часть. Поэтому тонкая программа по исследованию предварительному и отслеживание процесса реабилитации. Все работы выполнены в соответствии с СЦУ. По проекту сметной документации отчитались чиновники Краевого Минприроды. А то, что озеро цветет, говорят, естественный процесс со временем пройдет. Попали в такой опять период времени, когда у нас в ходе весеннего половодия фактически то русло, которое должно было бы туда прийти, эти объемы, они у нас не были спрогнозированы. Они не поступили. Поступило меньшее количество воды. И в следующий год будет более благоприятен в плане весеннего стока. Озеро заполнится в тех границах, в которых оно было. Значит, оно приобретет нормальные характеристики. Кстати, прямо сейчас миллионы уходят в расчистку Калядинского озера в Тюменцевском районе. Следующие в списке знаменитые на всю страну озера – Завьяловское и Колыванское. В Минприроды, конечно, заверяют, что прикасаться к ним будут лишь после полной экологической экспертизы. Правда, на том же Калядинском озере, где работы по очистке идут полным ходом, по словам экспертов Института водных и экологических проблем, комплексной экспертизы не проводилось. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Миллионы туристов, миллиардная выручка, сотни комфортных мест для размещения. Таким видят чиновники и туроператоры туризм в Алтайском крае через 15 лет. Правда, при условии, что удастся реализовать стратегию развития туризма в Алтайском крае до 2035 года. Она является частью федеральной. Насколько планы реальны и что требуется, чтобы их выполнить, расскажет Илья Кочетков. Алтайский край – место красивое, нетронутое, удаленное от европейской части страны. В этом и его плюсы, и минусы, уверены эксперты. Привлечь сюда туристов извне, готовых заплатить немалые деньги за билеты, можно лишь доведя до мирового уровня, прежде всего, инфраструктуру края. У нас есть места, где до сих пор нет связи, нет дорог, нет средств размещения, либо их очень мало, и они не соответствуют требованиям. Но, в принципе, эта программа, на самом деле, сейчас тоже все оговорено. Одна из проблем, требующих решения, как сделать туризм на Алтае всесезонным. Из-за непредсказуемого климата и зимний, и летний отдых сильно зависят от погоды. Впервые чиновники решили отдельно выделить особые виды туризма – медицинский, кулинарный и прочие. Так, уверены они, будет проще получить финансирование под отдельные проекты. Решили внести ясность в статистику, сколько туристов реально посещает Алтай, и кого вообще можно считать туристами. Совершенствование сбора, анализа статистических показателей, внедрение единой методологии, в том числе расчета туристского потока. И в стратегии идет оперирование такими показателями, как численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения. Документ, подготовленный чиновниками, рассмотрят те, кто непосредственно имеет дело с туристскими потоками, туроператорами и другими представителями индустрии. Они внесут свои поправки и предложения. Если все задуманное удастся, то к 2035 году турпоток в Алтайский край вырастет почти с 2 миллионов до 3 с лишним миллионов человек в год. А выручка, полученная турфирмами и отелями, с 4,5 миллиардов рублей до 13 с лишним. Воплощать стратегию в жизнь планируют, начиная со следующего года. Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком. Спектакль «Любовь и голуби» поставят на сцене музыкального театра Алтая. Будет ли постановка также любима публикой, как популярный советский фильм, который, кстати, посмотрели более 40 миллионов человек. И чем отличается картина от сценической версии истории, выяснила Дарья Демиллер. Вы не похожи на скандалиста? Я не... А, жена. Да, из-за голубей. Формула хорошей постановки – это знакомый всем сюжет. Деревенская семья с тремя детьми, муж разводит голубей. Из-за травмы на работе глава семейства отправляется в санаторий на море. Там заводит курортный роман. Да, «Любовь и голуби» только на сцене. В музыкальном театре просят не сравнивать постановку с советским и всеми любимым фильмом «Любовь и голуби». Но мы это все-таки сделаем. И первая, и самая главная разница между этими двумя произведениями – это музыка. Ее здесь очень много. «Любовь и голуби» – пьеса Владимира Гуркина. С музыкой за все время существования ее ставят только третий раз. Уникальные мелодии написал московский композитор Андрей Семенов. В музыкальной комедии – два акта. Есть какие-то сцены, которые были вырезаны по хроме метражу. Фильм идет, по-моему, час двадцать. А у нас все-таки это будет где-то 2.15, 2.20, может быть. Какие-то сцены, да, которых нет в фильме, они будут. И все же это театр, это сцена, это живое общение глаза в глаза, может быть, где-то со зрителем. Но я думаю, что это все равно будет все по-новому, по-живому, но уже с полюбившимися зрителям, конечно, фразами и сюжетом. Кстати, о фразах. «Лютк! А, Людк!» «Что? Глянь, что делается? Это ведь она!» «Здрасте, Люда! Вы что, на меры не скандалите? Я же к вам пришла как кума, взрослая женщина, Надежда!» «Ах ты, сучка крашена!» На сцене любимчики публики в главных ролях Виктория Гальцева, Дмитрий Иванов. Сегодня артисты устроили генеральный прогон. В пятницу – премьера спектакля. Дарья Демиллер, Андрей Печоркин. День с толком. На сегодня это все. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эволар». Подписывайтесь на наш канал в соцсетях и хороших вам новостей! Продолжение следует...